Это основы биржевой торговли, лекция 45. Поговорю сегодня про стоимостное инвестирование, я думаю про эту тематику в плане трейдинга, в плане инвестиций. Мало кто знает, и широкая аудитория об этом знает в принципе те только люди, которые соотносят себя к фундаменталистам, а не к технарям. И в чем суть? Данный вид инвестирования на самом деле он частично рентабелен. Но необходимо все равно в совокупности событий его анализировать, то есть в совокупности с техническим анализом, в совокупности с балансовым, бухгалтерским анализом, экономическим анализом, макроэкономическим анализом, событийным анализом и все прочее, что нас окружает. И собственно говоря, я перейду сейчас к тому, что стоимостное инвестирование напрямую коррелирует с таким мультипликатором, как Пи на Е, цена на прибыль. И в чем главная суть? Сейчас я вам скажу. Давайте возьмем пример компанию Apple. Коль молодежь пошла такая брендованная, и их не интересует вложение, либо спекуляции в акциях промышленных компаний, хотя там идей тоже очень много, но давайте перейдем на то, где сейчас хайп находится. Где находится хайп, потому что стратегия, которую я покажу на Apple, она абсолютно везде идентична будет. Хоть в Apple, хоть в промсекторе, хоть там в Газпроме, хоть в Сбербанке, хоть в Alcoa, хоть в Шлюмбержер, неважно. Она везде будет идентична. Переходим на фундаментальный анализ компании и, собственно, к показателю P на E. Вот данный показатель. Стоимостное инвестирование, оно на самом деле акцентируется на таком показателе, как цена на прибыль P.E. И в чем суть? Многие задаются вопросом, вот купил ты акцию в хорошей точке, она выросла на 30%, к примеру, и сразу стоит вопрос, где ее продавать? Господа, просто смотрите на P на E показатель. Посмотрим на Apple. С 15-го года P.E. растущий. Правильно? Правильно. Вот он. И как следствие, высчитываем среднеарифметической P за последние 5 лет. Ну вот, 11,96. То есть, все это прибавляем и делим на количество из этих столбцов. И получается, средний показатель P.E. по Apple. Это 20,25 пункта. Цена прибыли. И в чем суть? Когда P.E. плюс-минус находится вот у данной зоны, даже, например, если компания в P.E. в этом показателе просела, допустим, было у нее 17 пунктов, а стало где-нибудь 9 пунктов, то запомните одну важную вещь, то что, если фундаментал в компании располагает к дальнейшему развитию бизнеса этой компании, то к этому показателю P на E она вернется. И как следствие, она потом восстановится в рыночной капитализации. И вот когда этот показатель от 9 P.E. придет к 17 P.E., тогда можете взять и продавать этот имитент, фиксировать по нему прибыль. Вот, например, компания Alcoa это алюминиевая компания. И в чем суть? Все промышленные компании, все алюминиевые, никелевые, газовые, нефтяные и прочие, они коррелируют напрямую с ценой на их базовое сырье. Alcoa это алюминиевая компания, американская, коррелирует с ценой на алюминий. И в чем суть? Когда наступает в мире сырьевой кризис, все сырье в мире падает. Алюминий в том числе. Ну, например, был сырьевой кризис 20-го года, да, все сырье в мире упало из-за массового ее переизбытка. И смысл в том, что показатели, такие как P.E., тоже в этот кризис падают. Но, заметьте то, что в сытые годы для компании P.E. был 18,98 пункт, это максимум. Переходим на теханализ, 17-й год, и видим то, что капитализация компании в тот период времени, в 17-го по 18-й год, была в диапазоне от, ну, давайте возьмем вот начало года, от 36-50 баксов до 48-88 долларов. И что это значит? Это значит то, что компания туда через определенный промежуток времени вернется. Потому что рост сырье на ее главный базовый актив в виде фьючерса, то есть, цены на алюминий, чем алюминий дороже, тем прибыль компании больше. Чем прибыль компании больше, тем, как вариант, выше дивенов она заплатит. Ну и в дальнейшем по росту цены на алюминий просто она будет расти в свою очередь, в том числе. Этот фактор необходимо учитывать. И как следствие, даже из такого дикого показателя 2020 года, когда, видите, он рухнул, пье, и капитализация компании тоже рухнула до уровня 5 долларов за акцию, на фоне краха цен на сырье, постепенно цена восстановится, потому что фундаментал компании располагает в дальнейшем ее развитии. Алюминий нужен вообще всем и везде. Без него никак. Альтернативы пока ему нет. Поэтому переживать особо не стоит. И вот по такой стратегии можно, в принципе, работать. То есть по стоимосному инвестированию, техническому анализу, фундаментальному анализу, бухгалтерскому анализу, макроэкономическому анализу. Как спрогнозировать дальнейший рост цены на сырье или падение цены на сырье, можете посмотреть, как вариант мои предыдущие видеоролики по основам биржевой торговли. Или как вариант я могу вновь подобное видео заснять. Как спрогнозировать роста или падения цены на сырьевые товары, комодитис. Поэтому учитывать необходимо при стоимосном инвестировании. на самом деле я, к примеру, спекулянт. Да, сейчас принято называть спекулянтов краткосрочными инвесторами. Такой, знаете, гламурный тренд пошел на такие нежные высказывания. Раньше еще жестче было, чем сейчас. А сейчас такой, знаете, латентный язык появляется. Краткосрочный инвестор. Конечно, звучит красиво, но я предпочитаю пожестче. Спекулянт. И мне, как спекулянту, данный показатель шибко сильно погода не меняет, откровенно говоря. Я смотрю на технический анализ, но если вы, к примеру, инвесторы на 2, 3, 4, 10 лет, то данный показатель можете, в принципе, учитывать. Но запомните одно, что когда Пинае показывает, не знаю, 100 или 200 или 300 пунктов, запомните, господа, одну важную вещь. Это пузырь. Это компания пузырь. С таким показателем, как цена, деленная на прибыль. И потом, когда приходит время, компания сдувается. Вот, например, был пузырь в компании Tesla до января-марта, января-апреля 2020 года. Помните, как она со свистом вниз летела от своего прям мега высокого уровня капитализации? Когда 18 марта наступила, рынки развернулись на фоне экспирации. Ну и Tesla пошла опять вверх. Просто такой вот жесткий пример, где PE был гигантский. И в таком формате рынок потом все равно все это сливает. То есть сна падает. В общем, данные моменты учитывайте, ну и держите руку на пульсе. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.